Кушай мой сладкий. Видите, друзья, доброе утро. Это вот дымарик. Потихонечку приучаю его. Он уже дается гладиться. А хитростью я его приучила. Когда он был голодный, я стала давать ему еду именно с рук. Чтобы он мой запах запоминал. Вот. И чтобы привыкал. И он потихонечку стал привыкать. Видите, какой он ласковый. Он мурчит. Кстати, вы были правы. Вот здесь у него был. Но это не лишай. То ли ему кто-то выдрал оклок. Вот здесь вот было прям. Да, да, да. Белая кожа торчала. А сейчас смотрю, заросло. Вот хочу его еще немножко приучить. Приручить. И съездить к Наде кастрировать его. Кастрировать. Вот. Так что дымарик уже такой ласковый котик. Он мурчит. Он очень мощный. Он похож на нашего Маньку. Его гладишь. Он весь битый такой. Прям мощь. Лапы вон. Посмотрите, какие мощные у него. Вот. И может быть, попытаться пристроить. Накупать его. Хочу купить ему ошейник. Но у него блох нет. Вот я смотрю, у него удивительно. Но блох нет. И когда мы соседскую кошку Марусю в дом забирали, у нее тоже почему-то не было блох. Удивительно. Все это язык высинуло. Все это язык высинуло. Ты хороший котик. Да, кушай. Вот. Так что здесь продвижки есть. Прям вот хочу сейчас вот его взять и накупать. У нас солнышко сегодня. Тепло. Походу бабе... О! Наступил в экстазе. И перевернул. Вот. Опять у меня видео спонтанно начинается с кошек. Так. Ну, хотела показать вам, что дымарь уже практически не дикий. Дается гладиться. Приходит. Ну, еще так. Забывает. Еще заходит. И вот там вот по земле идет. Ну, как бы крадется. Ну, ничего. Это дело времени. А рыжую кошку с ее котятами я так и не могу приучить. Они вчера все приходили. И девочка приходила ее. Она жива. Все они... Все с ними хорошо. Я им выставляла вот сюда еду, водичку. И они там кушали. А я в окно наблюдала. Но уже так это темнело. И я понимала, что кадр у меня из окна вообще не получится. Поэтому не сняла. Ну, те вообще дикие. Просто дикие. А с этим я стала разговаривать. И говорю, ну, раз ты не даешь гладиться, я тебя кормить не буду. Может быть, он понял. Они сейчас, друзья, очень умные. Вот. И я начала... Что ты язык высевываешь? И я его начала кормить из рук. Вот. И потом, когда он кушает во время еды, я так потихоньку начинала его гладить. Первый день совсем чуть-чуть. Он, конечно, пугался. Потом больше, больше. И вот он, видите, вот такой вот прям вода. Он такой хороший котик. Заберите меня. Я очень мощный. Его, если вообще откормить хорошо, я говорю, он мне чем-то Моньку напоминает. И Аня говорит, мам, он прям очень похож по строению, не по окрасу. И голова у него такая большая. Прям, ну, мощный кот, мощный. Ну, а я, друзья, плавно, коль уже включилась, вроде бы-то телефон подзарядился, давайте я вам покажу проделанную работу. Вы мне вчера уже там писали, потеряли меня. Лена, куда вы пропали? Да, где-то неделю я вообще не снимала видео. Ну, вот вам показываю результат. Моя работа с плиточкой закончилась. Вот такая взлётная полоса. Я называю это взлётной полосой. Очень длинное расстояние. Вот отсюда, из этой точки. Да, в принципе, и сюда тоже. Во все стороны взлётная полоса. В общем, моя работа с плиткой закончилась. Вот эти места, это места, где нужно вырезать болгаркой. А я её боюсь. Да и Лёшек сказал. Конечно, у меня есть мысли, вот прям хочется взять её. Но Лёшек запретил мне. Лен, не надо. Это очень-очень опасный инструмент. Тем более, ладно там перепилить какую-то трубу или, ну, что-то такое не очень толстая. А плитка всё-таки она 3 сантиметра в толщину. И это... Это очень опасно. У нас вот сосед, мужчина, недавно работал с болгаркой и очень сильно поранился. В общем, не буду рассказывать подробности, но у меня был наглядный пример. Там и сломал руку, и отрезал. Ну, в общем, страшное дело. И я поняла, что болгарку я трогать и осваивать пока не буду. Что? Наелся, теперь требуешь внимания? Тебя и не видно среди земли. Под кустиком хризантем. Да, а что ты мяукаешь? Теперь тебя погладить надо, да? Теперь ты наелся, но ласки просишь. Да, Дималь? Тима, сладкий. Тима, сладкий. Ура! Ура! Да, ты мой хороший, да. Ты хороший котик, хороший, да. Хороший котик мой, да. Вот. В общем, друзья, опять влоговое видео. Что? Подойти? Ну, подходи-то. Да, подходите, мой сладкий. И да, ты уже ручной. Да, ты уже хороший. Да, да, да. Голос у тебя, как у Каркуши. Прям мра. Каркаешь. Балдеешь. Балдеешь. Да. Так что, может быть, и с этим котиком. Хоть одного котика удастся вылечить. Кастрировать. И, может быть, кто-то заберет. Ну, очень хороший кот. Посмотрите, какой он мощный. Пушистый. И окрас у него красивый. И, слава богу, сколько не лишай. Слава богу. Да. Ладно, друзья, отвлекает меня дымарик. Давайте я вам расскажу о том, как... Ну, в общем, секреты. Выдам все секреты. Ну, что ты, ну, вертится. Уже все подходишь ко мне, не боишься, да. Ой, ой, ой. Все, все, да. Все, ты понял. Ты понял, что не надо бояться. Не надо слушать твою подругу, рыжую, которая тебе там нашептывала, не подходить, я уверена. Вот. А ты молодец. Ты меня послушал. Молодец. Да, меня послушал. Видите, какой он лоскунчик. Прям уж припрыгивает. Ой, ну ты мне дашь рассказать или нет? Ты мне дашь рассказать моим зрителям? Во-первых, друзья, вот вы видите здесь торчащую плитку. Может быть, я ее уберу. Столько споров у меня с дочерью было. Почему она здесь торчит? Я вам объясню. Выкладка плитки, это не просто вот положить. Нужно все хорошо продумать. А продумать нужно отток воды. То есть, вода должна отходить и от дома, и из вашего двора. То есть, должно быть два наклона. И от дома, и туда, со двора. Вот, чтобы соблюсти эти наклоны, смотрите, здесь от дома идет сюда наклон. Здесь от дома, естественно, идет наклон в сторону сарая. И опять туда, со двора, да? И вот здесь образовалась у меня площадка. Вот она, ее видно. Здесь уровень во все стороны. Вот просто плоскость. Уровень во все стороны. Почему так? Потому что сюда пошел наклон. Вот сюда. И там, ну, образовалась высота, да? По идее, я должна была делать вот с этим уровнем. То есть, оттуда и вот сюда. Но тогда получается, что с этой стороны уровень в другую сторону. То есть, вот эти два уровня, они пересекаются. Один идет сюда, а второй от дома туда. И я не знала, как сделать вот это сопряжение, чтобы не было, ну, чтобы более-менее как-то шло красивенько. И я приняла решение сделать вот эту площадку по уровню во все стороны. То есть, в плоскости. Чтобы вот там не было вот этого пересечения уровень. Одна сюда, другая туда. Это некрасиво. Со всех сторон. То есть, тогда с двух сторон торчали бы вот эти плитки. Ну, никак нельзя было это соединить. Поэтому я сделала вот эту площадку в уровне. Вот эта сторона пошла туда, вниз. Сток воды. И от дома немного наклон. И вот здесь соединительная часть. Тоже это нужно было продумать. Где вот это сделать, чтобы меньше было подрезов по плитке. То есть, если бы я начала выкладывать плитку, я же вот оттуда шла, да? И если бы я вот так вот шла, шла, шла и не делала вот этот разрыв, а шла бы дальше, я бы пришла вот здесь. То есть, вот здесь нужно было бы вырезать вот это все. И вырезать тогда по всей плоскости, по всей длине двора. Вот. И это смотрелось бы уже некрасиво. Поэтому вот здесь вот соединительная полосочка. И она же порожком будет служить. Тут же, видите, этот выше, а этот ниже. То есть, здесь вот так будет плитка лежать, вырезаться. И вот как бы под наклоном порожек будет идти. И тогда здесь с той стороны нет подрезов. А с этой стороны они в любом случае были бы. Потому что, естественно, дом стоит неровно. Пристройка неровна. А тут в любом случае были бы подрезы. Вот. И при помощи вот этого порожка я избежала подрезов вот с этой стороны. То есть, друзья, это не просто вот клади да клади. Здесь еще нужно четко все продумывать, чтобы это и хорошо смотрелось. И это был толк какой-то, чтобы вода уходила со двора и уходила от дома. Это вот первое, что я хотела сказать, поделиться с вами своим опытом. Что все продумывается. Вот здесь вот нет плитки. Видите, фундамент сарая не дал мне это сделать. Вот он торчит. Здесь будет вырезать Лешек до фундамента и будем делать вставку. Здесь фундамент пошел вниз, поэтому мне удалось положить плитку прямо на фундамент. Стоит виброплита, друзья, здесь не просто так. Это второй секретик, который мы вычислили. Лешек купил на Озоне специальный резиновый коврик. Именно для этой виброплиты Чемпион. Я его прицепила. Он цепляется здесь легко. Вот здесь металлическая пластина и два болта. И этим, при помощи вот этого коврика, я утрамбовала плитку после укладки. И получилась практически профессиональная кладка. То есть, естественно, я не профессионал. И где-то у меня были шероховатости, но я старалась. И вот эта виброплита. Посмотрите, что наша умничка-красавица сделала. Посмотрите, как ровненько лежит плиточка. Практически, я говорю, это как будто клал профессионал. Вот вам еще ответ на вопрос. Нужно ли покупать виброплиту? Если честно, мы даже не знали об этой информации, об этом коврике. Что виброплита нам еще сослужит вот такую службу при укладке плитки. Мы ее покупали для трамбовки, когда мы делали отмостку. Вот. Ну, вот здесь, кстати, могу показать вам. Вот здесь же я начинала выкладывать в первую очередь. И еще резиновый коврик не был куплен. Илюшка, кстати, 2700 отдавал за него на Азоне. И здесь уже вот видно, что... Что... Ну, видно, что не так, не так, не так смотрится плиточка. Я думаю, что вы видите эту разницу. Она есть. Так что виброплита – это очень-очень хорошее приобретение. Если вы делаете дорожки, если вы укладываете плитку, отмостку. В общем, эта штука хорошая. И я считаю, что ее лучше купить, чем брать в аренду. В аренду дороговато получается. Там каждый день чего-то стоит. А, понятное дело, я не каждый день кладу плитку. И там увозить ее, привозить туда-сюда, чтобы не платить за этот день. Это... Она 58 килограмм весит. Поэтому лучше ее, конечно, купить. А вот. Теперь. Какой еще секретик я вам хотела рассказать? Что, ты теперь остался, да, не уходишь? Иди, мой сладкий. Дымарик. Дымарик. Ты котик хороший, да. Раньше он кушал и уходил. Ты лежишь. Да, отдыхай, мой сладкий. Ой. Ой. Да ладно, да ладно. Да ладно, да ладно. Ты что, драться будем? Посмотрите, какие у него мощные лапы. Посмотрите. Иди, мой сладкий. Тим, мой сладкий. Тим, мой сладкий. Део, део. Део, мой хороший. Ну, лежи, лежи тут под красотой. Красивейшими хризантемами. Вот. Так, что хотела еще вам рассказать. Друзья, как сэкономить на стройматериале для плитки. Вы знаете, что я, я, мы покупали сыпучую смесь, сухую. Называется Бригадир. Вот я вам сейчас ее покажу. Ой, сарай она. Ну, в общем, сухая смесь. Пескобетон. Вот. Вот сухая смесь. Вот, пескобетон. Марка здесь 300. Вот. Вот таких мешков. Вот у меня это остатки остались. Я ими засыпаю швы. На швы оставила мешочек. Вот. Купили 80 мешков. 80 мешков этой смеси по 165 рублей. Плюс там где-то Лешек на машине привозил. Где-то за доставку еще платили. Короче, умножайте сами. Ну, такая сумма получается. Что там получается? 10 мешков. Давайте по 170. 1700 умножить на 8. 8000, 7856. 13 чем-то там тысяч заплатили за вот эту сухую смесь. Во-первых, она в мешке 25 килограмм. То есть ее привези. Где-то ее надо уложить. А это все 25 килограмм мешочек. Потом, когда я кладу, мне этот мешок нужно взять и притащить на место кладки. В общем, я устала. Это тяжело. Вот там такой навесик мы сделали. Я сделала вот из профлиста. Вот там на палете стояла сухая смесь. И, ну, короче, это морока. Потом сухая смесь у меня закончилась. Закончилась где-то вот здесь, на вот этом моменте. Вот здесь она у меня закончилась. И что же я сделала? Оставался мешок цемента хорошей марки марка 500 после отмостки. Естественно, этот цемент уже никуда не нужен был. Ну, не нужен. До следующего года его хранить в сарае нельзя. То есть, его нужно было тащить в терраску в дом. Я все думала, как это все сохранить. Ну, вот закончилась эта смесь. И я подумала, дай-ка я этот использую цемент. И вот теперь с легкой уверенностью я могу вам сказать, что сэкономить очень капитально можно. Не покупать сухую смесь, а выкладывать на песок. Только песок должен быть, друзья, строительный. Вот, видите, он прям зыбкий такой. Он не держит форму. Песок песку рознь, кстати. Первый песок у меня был карьерный. Он прям вот его утрамбовал. Он как бетон становится. Прям его тяжело взъерошить. А этот песок, строительный, он, видите, он вообще не держит форму. Вот он, вот такой. Его мочи, не мочи, трамбуй. Его не трамбуй, он вот такой. Так вот, на такой песок при помощи цемента можно класть плитку. И это будет дешевле. Вы купите машину песка, отдадите там за 5 тонн, ну, грубо говоря, пусть 5000, да. Сейчас песок, кстати, тоже подорожал. Вот появился песок. Помните, я говорила, песка на базе не было. На следующий день позвонила, появился. Я купила еще 4 тонны песка. 1000 рублей доставка и по 900 рублей песок. Отдала 4600. Вот. Потеряла мысли. Так вот, вот купи вот такой сыпучий, зыбкий песок, как я его называю, строительный называется, не карьерный. На него можно класть плитку. Выровняли слой, вот под плиточку, сделали как вам надо. Примерили плитку, посмотрели уровни. Все хорошо, плитка лежит. И на этот песок, под плитку, я клала мастерок вот этого цемента. Тоже разравнивала, иногда смешивала этот цемент вместе с песком. А иногда вообще не смешивала. Просто положила цемент, вот так мастерком разровняла и кладу плитку. И в итоге у меня еще осталась четвертая часть цемента. Он у нас уйдет на вот эти вот закладки плитки, да, на подрезы плитки, так скажем. Песок у меня есть, и я сэкономила деньги тысяча, около двух тысяч. Нужно было на оставшуюся плитку покупать еще мешков 10 вот этой сыпучей смеси. Так что имейте вот в виду, что можно вот так сэкономить. Так, у кого-то работает болгарка, люди строятся, люди делают. Вот так вот выглядит дорожка уже между калитками. Это тоже наша земля, наш двор. Вот, Слава, по-моему, не работает. Тоже, по-моему, плитку кладет во дворе. Вот здесь вот подрезы, потому что вот здесь стоит вот этот поребрик. А там подрезы, вот как мы не мерили, вот гульнул немножко поребрик. И здесь не поместилась у меня четвертая плиточка. Вот, это Лешик придет. Вот я вам могу продемонстрировать. Вот видите, смывался вот этот вот, прям этот цемент. Плитку не оторвать, она мертва. Но швы я засыпала, друзья, не цементом, а вот этой сыпучей смесью. Я вам уже сказала. И еще за счет вот этих швов она очень-очень, в общем, все мертво. Так, сейчас, чтобы вам себя не показывать на тени, в другую сторону еще расскажу. Теперь вот здесь тоже нужно все продумать. Изначально не было все продумано. Я, когда выкапывала здесь землю, убирала слой земли под плитку, я делала наклон, сразу выкапывала землю под наклоном вот сюда. Ну, не подумавши. А потом я все переменила, изменила наклон. Вы даже видите его невооруженным глазом, он вот идет вот так. Зачем это? Чтобы вода, поскольку забор здесь металлический, да вообще любой забор, какой бы он ни был, не стоял в воде. Чтобы вода стекала вот сюда. То есть я изменила угол наклона вот с этого на вот так. От забора. Ну, в принципе, здесь получается, что здесь сюда наклон, и здесь сюда тоже наклон. Это, друзья, все надо продумать. Вот, поставила, это мы покупали вот такие водоотливы. Ну, как, очень хорошо здесь вытекает вода. Вся вода идет и от дома, и со двора. То есть тут вот два наклона. Сейчас я вам даже продемонстрирую. Возьму шланг. Там вода включена у меня. Как это работает. Вы даже, прежде чем, ну, класть много плитки, положили несколько плиток. И проверьте водичкой, как у вас работает наклон или нет. Вот сейчас я, смотрите, вот илью сюда. И вот водичка, видите, она пошла от забора. И вот сюда идет. И со двора идет. Она не идет на меня. Она вся течет вот туда. Сейчас намокнет плитка. Заодно и помой. Еще разочек. Потому что вчера швы еще не застыли. Естественно, много было песка на плитке. Вот, видите, вода под забором не стоит. Она вся, вот она вся, вся стекает вот туда. И там вот в конце забора я поставлю тоже такой же водоотлив. И она все будет уходить. И со двора, и от забора. Это очень важный, друзья, момент. Повторяю несколько раз, чтобы вы положите плитку. И чтобы она у вас не только, это было красиво. Но и чтобы у вас не было луж по дворе. И не было луж, естественно, под домом. Ой, какая красота. Как же, друзья, очень приятно ходить по плиточке. В чистоте. Плитку, которую можно замести. Помыть. Вот, вся водичка уходит. Так же и здесь. Вот так же и здесь. Вот она. Вся вода идет, куда надо. Так, ладно. А то я уже зацикливаюсь на одной и той же мысли. Но очень хочется до вас донести, что что это важный момент. Кстати, у меня по второму кругу зацветет фацелия. Вон, она уже зацвела. Представляете? Вот это, друзья, самосев. Видите? Вот здесь я тоже подровнялась. Здесь бугры были. Убрался вот этот палет. И стало уже места много. Ой, ну какая же она классная. Красота. Вон еще цветочек зацветает. Короче, еще полюбуюсь на цветы фацелии по второму кругу. В общем, лето продолжается. Вот здесь нужно мне сейчас вот разобраться вот с этими палетами. Ну, теперь все. Основная работа выполнена. Теперь буду в огороде заниматься. Вот здесь палеты это нужно будет поразбивать. Там хорошие дощечки оставить. Они пригодятся на заборчик декоративный. А вот эту всю гниль два года же пролежали палеты в земле. или выбросить, или оставить на костер. Может погреться. Может быть шашлык пожарить. В общем, все. Эпопея. Ну, тетя мой Демарик. Ну, что тебе до сих пор боится? Видите, он еще... Демарик, не надо бояться меня. Все, пошел. Пошел, пошел. Демарик. Демарик. Мя. Ты мой сладкий. Что, мокро? Мокро. Вчера смотрела свои же видео. Уже, друзья, забыла вообще, как здесь было и как стало. Да, работа проделана просто колоссальная. Вот здесь еще нужно будет цоколь. Что-то с ним сделать. Либо... Вот я между двух идей борюсь. Либо профлистом зашить, как он был. Ну, новый купить, естественно. Здесь немножко другой уровень был. Листа короткий был. Там вонели остались. Ну, в общем, долго объяснять не буду. То ли заштукатурить и сделать вот такой вот плиточкой. Но все же склоняюсь к профлисту, чтобы как-то все было в одном стиле. А здесь уже пристройка это другое. Что хочу сказать? Хочу сказать, что после утепления цоколя... Ой, там у соседей музыка. Не пойду туда. После утепления цоколя намного стали теплее полы в доме. Намного стали теплее. Котел я уже включала. Сейчас выключила. Солнце греет дом очень. Да у меня там курица варится. Ну, в общем, тепло идет от плиты. Вот. Но разница есть. Разница есть, друзья. Утепленный цоколь. Это, конечно, очень-очень здорово. Котел включала на самую низкую. Там 40 градусов. Но, вы знаете, в доме уже стояла жара. А у нас ночью было плюс 6, плюс 8. В общем, достаточно холодно. И холодно вот по утрам и вечерам. Ой, ну какой же помидор здесь шикарный. Я уже здесь рвала. Между прочим. Вон они, видите. Ой, они такие вкусные. И даже немытые. Ой, ну прям... Прям еще хочу. Подразню вас немножко вкусной едой. Короче, останется навести порядок вот здесь. Сейчас здесь лежат листы, чтобы погибла трава. Потом мне нужно будет так же вынять грунт. Купить опять шебень. Не знаю, песка хватит или нет. И сделать здесь тоже площадку. Вот это, конечно, все уберется. Пока не разговаривали с соседями. Был вопрос такой. Я не хочу разговаривать. Будет разговаривать Лешек. Со мной разговор только на диктофон и на видео. После угроз. Все. Естественно, вот это безобразие. Вот этот их... Вот эту их насыпь. Нужно будет, конечно же, закрывать. Причем у них-то там все красиво. А вы тут как хотите. Вот такой мы вам заборчик построили. А вот все это я сделаю. Все здесь. Ничего не будет видно. Ванна оттуда уберется. И здесь я сделаю тоже... Ну, какие-то цветы посажу. Сначала здесь хотела какие-то скамейки. Ну, в общем, сидеть, отдыхать. Но я думаю, что в токсичной зоне не получится здесь отдыхать. Но как-то будут этот негатив из-за забора снимать. Какие-нибудь цветы придумаем. Но все равно здесь красиво все будет. Плиточка. Вот здесь вот что-то может быть. Зону. Может быть, вот здесь придется поставить какие-то верстаки. Ну, что-то такое для того, чтобы пилить, строгать. Это тоже нужно делать обязательно. Ну, где-то же нужно и мастерством заниматься. Пока в сарае бардак. Вот. Холодильник хотела сдать на металлолом. Потом посмотрела, что из него можно сделать отличный ларь. Если приложить руки и фантазию, ну, естественно, купить какой-то материал, я предполагаю, что это будет дерево, то вполне себе можно сделать прекрасный сундук, на котором можно будет сидеть. Да, вот даже и здесь, когда он будет в красивом виде, его, конечно, нужно довести до ума, зашкурить, то и все. Ну, пока, пока это только в мечтах. Ладно, друзья. Заговорилась я с вами уже много-много. Еще раз полюбуемся на нашу зону отдыха. Теперь уже начинающую хорошеть. Я бы так сказала. Посмотрите, как красиво смотрится самодельный. Мною сделаны короб, стол и вот эти два стула. Это мы здесь с дочерью сидели. И по мере продвижения выкладки плиточки, любовались проделанной работой. Ладно, все, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Не знаю, когда выйдет следующее. Нужно заниматься сейчас в огороде, культивировать, чеснок сажать, ну и так далее. Я думаю, что вы меня все понимаете. Но по мере возможности буду выходить. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.